Столица американского развлечения Лас-Вегас. Знаете, для меня это шок культурный. Я не очень понимаю, что происходит. Это город, в котором нужно молиться, молиться, еще раз молиться. Везде только развлечения, деньги. Поэтому нужно молиться за этот город. И мы с друзьями вышли в центр по молитвам, поговорить с людьми. Такие друзья мы нашли. Человека, который здесь, в Лос-Вегасе, его демонизируют такими вот маленькими брошюрами, которые раздаются даже у нас в Украине. Поэтому, друзья, молитва всегда есть, даже в этом городе. Друзья, хотите знать мое мнение о Лос-Вегасе? Может быть, это красивый город, яркий свет, сияющая радость для многих, может быть. Но для меня он показался довольно страшным. По своей сути, Содом и Гамора, как может быть, я могу только представить себе так это. Сильные мира всего прилетают в Лос-Вегасе на своих частных самолетах. Знаете, я должен потратить деньги. Люди кидаются в страны. Но на самом деле еще при всем этом гуляния, роскоши, может быть, света, я могу сказать, как будто город постоянного праздника Нового Года. Вот так вот, да? И для нас, верующих людей, нужно понимать, что здесь люди тоже есть разные, сумасшедшие, прекрасные, а может быть, ищущие приключения. Но мы видим, что там тоже работают люди, которые хотят спасать других, проповедуют Евангелие. Я думаю, что это время для нас молиться за Лос-Вегас.